Алло, ну короче, могу тебе рассказать страшную историю одну. Ну, приезжал, Балкан строил нас и сказал, никаких обменов, переменов не будет, может не надеяться. Привезут вам на днях карточки, вот. Короче говоря, пока мы в Донецку и Луганскую область не освободят, вообще за ротацию можете даже и забыть. О чем мы дальше не двигаемся? Потому что вся основная группировка наших сил находится в ДНР. Они там только закончат и начнут сюда перебрасывать войска и начнем тогда двигаться. Ты представляешь, ты представляешь, что это такое? Короче, рассказывал за 125-й полк. Где-то они тоже здесь, под передней линией. Короче, чудят они там, пи***ц. Приехали в ФС и завели 300 уголовных дел. Пло до того, что изнасиловали, б***ь, 8-летнюю девочку. Ах, б***ь. Короче, мародерство, отжали у кого-то заправку, б***ь, у людей забирали топливо, через заправку продавали. Короче, командир полка, потом командиры батальонов, все, б***ь. И помощники командиров батальонов. Короче, попали все, б***ь. Так что смотрите, думайте, б***ь, верхняя головой, а не нижняя. А у нас тут, б***ь, и только дров плавают. Так что ни хр***а хорошего, б***ь, вот так полкан рассказал, думайте головой, б***ь. Но это хр***а еще не скорая. И можете мне не дрожить, никто вас никуда менять не боится. Якобы, б***ь, в Донбассе, б***ь, военное положение введено, а тут, типа, Россия делает спецоперацию, б***ь. А я думаю, оно какого хр***а с Донбасса попало, б***ь, в российскую спецоперацию, если я б***ь ДНР, а не россиянин, б***ь.